Мир, в котором мы живем, друзья, мы взрослые люди, к сожалению, сделали таковым, что он, этот мир, не приемлет детство, не приемлет детей. Этот мир построен для взрослых, и поэтому даже у детей мы стараемся быстрее похитить это детство, сделав их взрослыми, или вернее, наполнив их жизнь различными взрослыми штучками. Сегодня молодые люди, ваши дети и мои дети, когда говоришь с ними, сталкиваются с массой искушений, соблазном. И зачастую даже дети верующих родителей, они в растерянности, они не могут понять, куда пойти, какой путь избрать, где путь верный и истины. И когда верующий ребенок честно говорит родителям, что ему скучно в церкви, как больно это слушать нам, взрослым. А с другой стороны, нужно честно задать себе вопрос, а что мы сделали, чтобы им было здесь не скучно? Чтобы им хотелось приходить в Дом Божий, чтобы они чувствовали себя нужными, чтобы они понимали Бога на своем детском языке. Эсена Анил в свои 18 лет, по сути, построила целую социальную медиа империю. Она проживает в Австралии, и когда еще училась в средней школе, то она начала вести блоги. Выкладывала видео на YouTube и другие социальные ресурсы. И вскоре она обнаружила, что уже не может без этого обходиться. Это модно. Если у тебя сегодня нет аккаунта в социальной сети, ты отставший. Ты какой-то древний. Ты ненормальный. И поэтому молодежь и подростки всячески стремятся к тому, чтобы быть в сети. И, к сожалению, очень часто они оказываются в сетях. Анил говорит о том, что она влюбилась в саму идею, что ее могут оценивать другие люди. Можно сказать, что это моя личная зависимость. Нравится другим людям. На данный момент в сети Инстаграм у девушки более 800 тысяч подписчиков, а на YouTube 250 тысяч подписчиков. И число ее поклонников продолжает расти. Казалось бы, успешное с точки зрения этого мира. Мальчики и девочки, молодые люди, которые находятся в этом зале. У кого-нибудь из вас есть 800 тысяч подписчиков? Кто-то там показывает, ну так, что-то очень рядышком, да? Это как много? 800 тысяч! И вот Анил, рассказывая о себе, говорит, я выгляжу как девочка, у которой есть абсолютно все. Но когда я остаюсь один на один, сама с собой, я чувствую себя одинокой и несчастной. Я устала от позерства в сети. Я зависела от мнения других обо мне. Я считала, что количество подписчиков означает количество людей, которые любят меня. Я даже не заметила, как социальные медиа стали моей индивидуальностью. Я перестала понимать, кто я на самом деле без них. Поэтому я решила, что нужно что-то менять. Нужно что-то менять в моей жизни. И она пошла на радикальные меры. Она сообщила всем своим подписчикам, что больше не будет пользы социальными сетями. А также она пошла еще на один отчаянный шаг. Она решила изменить все подписи к своим фотографиям. К тем фотографиям, на которые смотрели и ставили тысячи лайков. Она решила под каждой из них написать правду. И она принялась редактировать свою жизнь в социальных сетях. В ютюбе она разместила видео, на котором плачет и объясняет, насколько бессмысленной стала ее жизнь. В другом видео она рассказывает, что социальные сети очень отрицательно влияют на молодежь и призывают их отказаться от них. Каждый день я проводила перед экраном компьютера, рассматривая других людей и сравнивая их с собой. Проще смотреть на милые и радостные вещи, чем стать, наконец, честной самой с собой. В настоящий момент Анил призывает других людей отказаться от соцсетей хотя бы на неделю. Она специально создала веб-сайт, на котором призывает читателей жить настоящей жизнью. Из множества фотографий я взял первые, которые попались мне, чтобы показать вам, как выглядит она, и подпись, которую она сделала под той или иной фотографией. Можно, пожалуйста, первую фотографию включить? Под этой фотографией, с которой на нас смотрит красивая, молодая, улыбающаяся девушка, полная жизни, энергии, она подписала. В этот момент у меня были ужасные прыщи. Здесь много макияжа. Следующую фотографию. Мне заплатили 400 долларов, чтобы я сфотографировалась в этом платье. Я знаю многие интернет-бренды, которые платят от двух тысяч за каждую публикацию. Ну и последнее. Пожалуйста, поставьте лайк на эту фотографию. Я сделала макияж, накрутила волосы, надела обтягивающее платье и тяжелое, неудобное украшение. Чтобы получить эту фотографию, я сделала около 50 снимков. Потом долго редактировала полученное фото. И все для того, чтобы вам понравиться. И множество, множество других фотографий и правды. Кто-то воспринял ее поступик как подвиг, как то, что достойно подражания. Кто-то стал осуждать, критиковать. Друзья, каждый посмотрит на эту девушку и сделает свой вывод. Но, глядя на нее, я хочу, чтобы многие молодые люди, и мы с вами, как родители и взрослые, задались вопросом. А в какой жизни живу я? Какой я на самом деле? Что можно подписать под моими фотографиями? И не только там, в социальных сетях, а ежедневно в моей собственной жизни, когда совершается тот или иной поступок мной? Как его воспринимают люди? Как этот поступок подаю я? Самое главное, а что под ним напишет Бог? Каков я? Какова моя настоящая жизнь? И молодые люди сегодня вольно или невольно задаются этим вопросом. Они ищут себя. Им хочется быть настоящими. Но, к сожалению, очень часто из этих сетей очень трудно вырваться. И они так нуждаются в нашей помощи. Хочу рассмотреть с вами одну библейскую историю. Хорошо известную каждому христианину. Потому что эта история говорит о самом сложном периоде в жизни Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 26 глава. Давайте прочтем с 36 по 45 текст. Тем временем пришел Иисус с учениками на место, называемое Гефсиманией. И сказал им, посидите здесь, а я пойду дальше и помолюсь. Петража и двух сынов заведея он взял с собой. Скорб и беспокойство охватило его. В смертной муке душа моя, сказал он им, побудьте здесь и бодрствуйте со мной. Отойдя немного, он упал на землю лицом вниз и молился. Отец мой, если возможно доминует меня чаша сия, но не как я хочу, а как ты хочешь да будет. Вернувшись к ученикам, он застал их спящими. Что же вы и час одного бодрствовать со мной не смогли, сказал он Петру. Бодрствуйте и молитесь, чтобы испытание не одолело вас. Духом вы полны рвение, да плоть ваша слаба. И снова во второй раз он отошел и стал молиться. Отец мой, если не может она, эта чаша миновать меня, чтобы не пить мне ее, пусть будет по воле твоей. И опять вернувшись, застал их спящими, сон одолевал их. Оставив их, он снова отошел и молился в третий раз, повторяя те же слова. Потом вернулся Иисус к ученикам. Все еще отдыхаете, никак не проснетесь, спросил он их. А ведь настал уже час, когда сын человеческий будет отдан в руки грешников. мы знаем с вами эту историю как историю великой борьбы Иисуса Христа. Историю, в которой Иисус настолько сильно молился, что на челе выступил кровавый пот. Когда мы читаем весь контекст этого события, мы понимаем, что в принципе у Иисуса как у лидера, как у духовного наставника, как у человека, Бога-человека, который пришел на эту землю, чтобы донести волю своего отца, был повод для того, чтобы печалиться. Иуда, один из учеников, потирает руки и ждет удобного случая, чтобы выдать его. На вечере те возлюбленные им ученики, которые ходили с ним три с половиной года, поглядывают друг на друга из-под тишка и считают, что некто другой ниже его обязан намыть ноги Иисусу. Петр в горячности своей вновь заявляет о том, что все предадут, а он один останется до конца. Но Иисус-то знает, как оно будет. И вот Иисус с этими учениками, несовершенными учениками, учениками, которые до конца не понимают, кто он, в чем суть его вести. И самое главное, кто они на самом деле. Ведь они уже возомнили себя великими, незаменимыми. Иуда планирует как бы воцарить, раз Иисус не поддается, как бы так все подстроить. Целую стратегию уже разработал. Петр постоянно доказывает другим, что он лучше всех. А вот Иисус приходит с ними Евсимания и оставляет одну группу поодаль, а с собой берет троих и просит у них побудьте со мной и поддержите меня в молитве. И вот он трижды возвращается к ним, трижды смотрит на них и дважды спрашивает ну что же вы спите? Вы так мне сейчас нужны. когда я читал эту историю друзья как-то раньше я больше акцентировал свое внимание на борьбе которая была у Иисуса на его взаимоотношения с отцом на то что он хотел исполнить его волю насколько ему непросто было и в один момент я вдруг подумал смотри-ка а ведь Богу тоже важно чтобы кто-то за него молился вот Иисусу когда он был в тот момент в Гефсимании было важно чтобы кто-то за него молился не спал пусть глубоко верующий и праведный а молился потому что Писание говорит скорбь и беспокойство охватили его Иисусу было так важно чтобы ученики поддержали его в этот час смотрите что пишет вестница Божья и теперь когда Христу предстояла великая борьба ему хотелось чтобы они были рядом эту ночь он желал провести в совместной молитве когда же Иисус приблизился к ним то нашел их как и прежде спящими и снова он ощутил жажду дружеского общения желая услышать от своих учеников хоть несколько слов которые утешили бы его и развеяли бы почти одолевшие его чары тьмы Иисус тот который говорил я есть вода живая жаждущий иди ко мне и пей Бог чувствовал жажду дружеского общения ему хотелось чтобы хотя бы несколько слов ободрения было сказано потому что чары тьмы уже почти одолели его когда я читаю эти слова я задаю себе вопрос если Бога человек если Христос нуждался в дружеском общении с обычным простым грешным человеком если он нуждался в словах поддержки то что уже говорить о нас с вами как мы сильно нуждаемся в этом бывает ты трудишься я обращаюсь к тем кто активно совершает служение в общине ты служишь ты делаешь для Господа самое лучше и так хочется чтобы кто-то сказал хотя бы пару слов бывает руки уже опустились и ты думаешь как бы на этих выборах которые приближаются уже во многих общинах уйти на запасной аэродром передать свой отдел кому-либо я уже устал я слышу это постоянно как можно так долго давайте кто-нибудь другой пастор давайте кто-нибудь другой иисус нуждался в том чтобы кто-то был рядом и вот друзья я задаю себе вопрос а если у меня такой человек если у меня такой человек которому я могу прийти и сказать послушай вот сегодня нужно чтобы ты ночь провел со мной в молитве пусть ты будешь находиться за тысячи километров но я буду знать что сегодня ты будешь стоять и молиться подумайте и ответьте себе честно есть ли в вашей жизни такой человек кто готов поддержать вас своей искренней горячей молитвой второй вопрос я задаю сам себе друзья мои а являюсь ли я сам таким человек когда вообще последний раз кому-либо приходило в голову попросить меня поддержать его в молитве я доверяю тебе пожалуйста молись за меня поддержи меня или быть может меня чаще всего просят о чем-то другом я вроде бы верующий духовный но моя молитва никого не интересует и последний вопрос вот из этой первой части истории а у моих детей у моих детей есть человек которому не могут сказать помолись за меня поддержи меня в молитве являюсь ли я тем человеком кого попросят о молитвенной поддержке мои дети ведь они так нуждаются они нуждаются в том чтобы кто-то помог им вырваться из сетей из тех сетей которые постоянно расставляет дьявол они так нуждаются в слове ободрения а опять двойки а опять там замечание а опять ты не такой а вы такие сякие эти дети а вот в наше время было вот так мы все были блаженными и святыми мы сидели тихо в церкви муха даже не летала чего мы только им не говорим а ведь они ну они это знают мы уже столько раз им об этом сказали а я вот ловлю себя на мысли приходит мой Никита в очередной раз со школы я уже электронный дневник посмотрел ну что Никита там как ну так как всегда нам же замаскировать по дежурному как там у тебя в школе дела как у тебя то это ну в общем три дежурных фразы а что там почему снова там плохая оценка по такому то предмету и у него уже есть история там виновата это виноват тот виноваты там учитель это неправильное задание там все остальное и как сложно сказать слова ободрения да я знаю ты получил плохую оценку но я хочу чтобы ты знал с Божьей помощью ты сможешь я тебя люблю ты преодолеешь это у тебя получится Бог этого ожидал от человека у нас есть некая такая устная традиция что хвалить нельзя это же возгордится человек и мы тут же десятки цитат из духа пророчества приведем и вы знаете друзья хвалить нельзя ругать и критиковать мы очень хорошо научились форумы все трещат от нашей ругань и критики а вот хвалить хотя бы пару слов благодарности так сложно выдавить и сказать это первый урок для меня нам нужно научиться говорить слова ободрения слова поддержки нужно задаться себе вопрос если я такой духовный если я посвященный христианин хожу в церковь если люди которые готовы за меня молиться ночью являюсь ли я тем человеком которого просят помолись за меня второй момент на который хочу обратить внимание друзья мои иисус приходил и находил учеников спящих и он все равно уходил и продолжал общаться с отцом он продолжал искать ответа у бога продолжал искать ответа у своего отца в библии очень часто мы видим что духовные лидеры проходят таким путем когда они по сути остаются одинокими на этом пути когда никто не проходит этот путь вместе с ними мы помним ночь борьбы у потока Иовок мы помним с вами Авраама на горе Мария мы помним Христа в Гевсимании да ему хотелось дружеской поддержки ему хотелось молитвы но очень часто духовный лидер он одинок есть даже такое понятие одиночество лидера когда ты пришел к своим а свои не приняли а чужие и даже не думали принимать когда ты что-то предлагаешь а никому это не нравится все критикуют когда ты что-то делаешь а это не замечают это отторгают отвергают этим путем проходит каждый лидер путем одиночества но это не значит что в этот момент рядом нет Бога Иисус искал поддержку не только у человека хотя это очень важно он искал поддержку прежде всего у Бога у своего небесного Отца хочу еще один отрывок небольшой из книги желания веков зачитать которые передают вот суть того что проходило с Иисусом происходило еще совсем недавно Иисус был подобен могучему кедру представьте себе выдерживал бури которые яростно обрушивались на него упрямые жестокие люди исполненные зла и коварства напрасно пытались смутить и сокрушить его он выселся над ними в божественном величии как сын Божий когда он пел хвалебный гибный его голос звучал уверенно он с нежностью ободрял своих учеников теперь же он был подобен тростнику согнувшемуся под натиском свирепого урагана на него надвигалась тьма никакой божественности не было в его голосе торжественность нарушившим ночную тишину в нем звучали страдания и скорбь вот две метафоры кедр могущественный и тростник который гнется ветром к земле жизнь каждого человека который следует за христом будет наполнена моментами когда мы будем с вами стоять твердо в вере твердо в нашем уповании и в желании совершать служение подобно кедру и будет казаться что ничто не может поколебать нас но Господь допускает в нашей жизни трудности когда ветер обрушивается на нас и мы гнемся к земле и может показаться что мы уже сломлены но если в этот момент мы ищем ответы на вопросы у небесного отца эти сложности сделают нас сильнее маска благополучия успешности они не определяют степень нашей духовности друзья они не определяют степень нашей духовности потому что ответы на самые важные вопросы находятся один на один с Богом проводя нас через трудности он делает нас сильным когда Христос в Гефсимании молился когда он искал поддержки у отца и людей он не стал менее духовным может быть с точки зрения критериев этого мира он был менее успешен или не успешен но он был настоящим он говорил с отцом о том что беспокоило его он не постеснялся показать свою боль наружу и просить силы у Бога и мне очень хотелось бы чтобы мы вспоминали эту историю каждый раз когда сами подобно трозняку гнемся к земле когда дьявол взялся за нас и тьма окутала мир в котором мы живем когда те фундаменты на которые мы опирались они рушатся нам хочется скрыться оставить все уйти спрятаться бросить когда мы совершали то или иное служение и видим что ничего не получается и казалось бы мы делаем а дети уходят и ничего не меняется когда мы вкладывали все силы а результата нет делал тут как тут а Христос говорит я проходил через это я был там когда все разрушилось то что я созидал все разрушилось но отец помог мне исполнить его волю мне очень хотелось бы чтобы мы как родители не опускали рук друзья мои мы можем быть лучшими друзьями для своих детей мы можем быть теми людьми кого не просят молиться но мы не можем быть теми людьми которые сделают за них выбор они все равно придут своему потоку и авок они все равно сами придут в свою гефсиманию на свою гору моря и там они будут искать один на один с богом осознание того кто же они на самом деле каким путем им нужно пойти а нам остается только молиться и доверять их в руки Божьи зная что лучше его лучше него отца небесного никто не сможет быть другом отцом помощником поэтому прошу вас чтобы вы не отчаивались если вдруг столкнулись с трудностями помни о том что Христос с ними сталкивался не переставайте молиться не переставайте вручать детей молодежь которым вы служите в руки Божьи потому что это Божьи дети и последний урок для меня из этой истории друзья после этой ночи борьбы ночи одиночества ночи переживаний Иисус встал и пошел на Голгоф если мы будем проходить сложности и трудности вместе с Богом то есть мы которая окутывает нас мы пойдем в свет если мы возомним себя довольно духовно сильными и успешными чтобы справиться со всем самим если мы так и не признаем свою слабость и не попросим у Бога силы то из света подобно Иуде мы уйдем в ночь пусть же Господь благословит нас и поддержит и поможет всем нам детям его так или иначе участвующим в служении в самом важном служении в воспитании детей в заботе о подрастающем поколении быть для них примером живых настоящих отношений с Богом чтобы им хотелось вместе с нами молиться чтобы им хотелось искать Бога и даже тогда когда они быть может подобно блудному сыну будут далеко им хотелось вернуться домой потому что они будут знать мама и папа бабушка или дедушка встретят и скажут добрые слова примут и помогут с Богом пойти дальше с Богом и с Богом с Богом и с Богом Редактор субтитров А.Семкин